Меня по-прежнему зовут Алексей Гладков и вы на канале Mobile Developer. На это видео меня натолкнул вот этот вот комментарий. Чувак, я тебя услышал и это видео снимаю по твоей просьбе. В этом видео мы попробуем разобраться в такой штук, как Android Roadmap. Вы, возможно, слышали или видели такие вот карты, которые составляют непонятно кто, в каком порядке, какие технологии вам нужно изучать. Мы еще попробуем разобраться в следующей вещи из разряда. Стоит ли мне учить технологию X? Или, например, не слишком ли поздно или рано я начал изучать Android разработку? Учить только Android или Android и iOS вместе? Вот эти все вопросы, которые сотнями мне сыпятся в Instagram, в Telego и так далее, мы попытаемся вот эти вопросы сегодня рассмотреть и найти на них какие-то ответы. Возможно, эти ответы вам не очень понравятся. Но это мое мнение и вы можете с ним не соглашаться. Однако, давайте попробуем все-таки разобраться в этом roadmap, ну, на примере этого roadmap и попробуем вот вместе с roadmap составить ответ в том числе и на вот эти дополнительные вопросы. Наливайте себе чай, кофе, устраивайтесь поудобнее и поехали! Итак, я нашел вот самую первую попавшуюся мне в интернете Android Developer Roadmap. И на самом деле, если посмотреть в интернете, то можно увидеть, что таких roadmap огромное количество. То есть, если мы наберем Android Developer Roadmap, да, то мы увидим, что вот есть 2020-й, вот еще какой-то roadmap есть, вот roadmap есть. Bestway, короче, их такое количество. Давайте вот мы просто посмотрим. Тут вообще что-то на испанском. То есть, тут вообще жесть, ну, типа, тут, ну, ну, серьезно, я сам не знаю половину из этого. Половину! Здесь есть Flutter, React Native, Samarin и Ionic, Cardova. Господи, зачем это вам? Зачем? Ну, кто-нибудь может мне сказать? Окей, ладно, допустим, посмотрим еще вот это вот, да. Ну, это уже что-то более похожее на правду. Видимо, желтый означает, что, типа, да, да, лучше выбрать желтый. Но, тем не менее, вы можете выучить еще какие-то другие штуки. Вот это уже ближе к правде. Там, ну, дальше не будем смотреть. Здесь посмотрим в Trello. Это вообще, типа, ну, Object Box, серьезно, нахрена вам Object? Real? Ну, ну, вы понимаете, да? То есть, я думаю, дальше продолжать нет смысла. То есть, вы понимаете, от того, на какую из схем вы наткнетесь, зависит, можно сказать, ваше будущее. Потому что, ну, жесть, жесть, что за слайсес? Я даже не знаю, что это такое. Я еще первый раз вижу этот слайсес. Upindexing. Ну, зачем вам знать файл? Ну, короче, такой бред вообще. Господи. Ну, вот это вот то, что мы сейчас будем примерно смотреть. Видимо, это скопировано откуда-то. Ну, да, это с GitHub скопировано. Я открыл вот эту карту, потому что это прям вот первая попавшаяся ссылка по запросу Android Roadmap, да? И вот мы, смотрите, во-первых, тут нет никакого цветового разделения, как вот, например, на другом сайте, да? То есть, например, здесь не подчеркнуто, что первым надо учить Kotlin. Если что, видео о том, что учить какой-то языков, оно будет наверху. Смысл в том, что здесь указан Kotlin. Ну, во-первых, здесь нет никакой градации по уровням, да? Что значит учить? Ну, то есть, это вот для кого предлагается? Для леда? Для стафф-инженера? Ну, для стафф-инженера, наверное, может понадобиться знать GNI C++. А вот для какого-нибудь там медла или джуна, тем более, какой C++? Вы о чем вообще? Какие intent, фильтры с explicit, там, вот это все? Кому это надо все? Task and Backstack. Upshore cuts. Navigation component. Зачем? Зачем? Ну, короче, какая-то жесть. Ладно, сейчас мы здесь еще пробежимся по этому списку. Я открою сразу наш TechStack. У нас есть портал, на котором мы... У нас есть наши знания. Наши знания уровня разработчиков. Вот. Ссылочка будет в описании. И, ну, честно говоря, этот уровень мы подсмотрели у некоторых других компаний, да? То есть у нас тут... Ну, у меня даже где-то в каком-то из стримов было вот, где я разбирал подобную карту. И мы сейчас посмотрим. Смотрите. Для начала вы, по сути, являетесь, ну, интегра. То есть если говорить про совсем новичков, то вы являетесь интегра. Вы начинаете погружаться. Давайте я побольше сделаю. Погружаться в профессию. Знакомитесь с профессией. Узнаете ее базу, базовые навыки, окружающий контекст и система взаимодействия. Вот на каком уровне вы вначале находитесь. На такие уровни компании иногда, иногда, это важный момент, иногда берут людей. Да? Но редко. Причем, что самое интересное, что по моему опыту на уровень интегра берут чаще, чем на джуна. Потому что джун — это человек, которому сразу надо платить. А стажеры, как правило, намного ниже оплачиваются, а разница между ними не так велика. Соответственно, идем дальше из определения. То есть определение — это самое главное. То есть это вот в любом каком-то споре условном, в любом каком-то изучении чего-то главное определиться с терминами. Кто такой начинающий? Джуниор. То есть, да, джуниор. Мы учимся на джуна. Это человек, который продолжает изучать профессию. В стандартных ситуациях справляется самостоятельно. А в сложных ситуациях запрашивает помощь коллег. Результат работы может требовать проверки со стороны коллег. Все вроде логично. Что у нас по владениям технологиями? Решает простые задачи из бэклога. Ну, понимаем, да, что-то там типа покрасить кнопку, что-то в таком духе. Оценивает потенциальные риски и привлекает наставника при необходимости. Прекрасно. Инженерная культура. Улучшает свой код по замечаниям на код-ревью, не повторяет одинаковых ошибок. То есть это про способность обучаться. Пишет автотесты на свой код, консультируется с наставником насчет выбора. Ну, понятно. Соблюдает требования информационной безопасности. Действует согласно расстановке заданий. Ну, короче, все понятно. То есть новичок, да, кое-как справляется сам. Как правило, сам не справляется и требует помощи со стороны коллег. Соответственно, что мы здесь видим? Еще раз возвращаемся к языкам, да. Поэтому надо начинать с код-ли-на. Не надо сразу начинать с джавы. Не надо вот это джава-мемори-модель и так далее. Все эти глубины погружаться. Вам это не нужно. У вас задача не выгорит до тех пор, пока вы в профессию не вкатились. То есть начинайте учить скот-ли-на. Ваша задача справляться с какими-то задачами на первом этапе. И так практически во всех нормальных компаниях. Вас берут. У меня вот было видео про тестовое задание. Ну, вернее, его сняли ребята, да, из КД. Там вообще довольно жесткие такие требования ко входу, к новичкам, к стажерам. Да, то есть они тоже практические. То есть вам практически придется писать код. Если у них там вся кодовая база на Котлине, на кой, вы поняли, да, вы сдались им со своей джавой. Поэтому учите Котлин. Идем дальше. Тут вот у нас Android Package. АПК, ААБ. На первом этапе, будучи женом, вам хрен кто доверит собирать сборку. Единственная ситуация, где вы сами что-то будете собирать руками, это если вы устроились в такую днищинскую галеру или днищинскую продуктовую компанию, где вы, это такая частая, кстати, ситуация бывает, не думайте, что она нечастая, где вы единственный Android-разработчик, и вы еще и стажер при этом. Вот в таком случае вам доверят собирать билды. Но, если вы окажетесь в такой компании, то всем будет, ну, поскольку вы единственный Android-разработчик и некому вас контролировать, всем будет до узды, как вы это делаете, через АПК или через ААБ, да? Вы должны выбрать то, что вам проще всего дастся. А это ААБ, потому что Google рекомендует это делать, там уже все заточено, куча... Ну, короче, это ААБ, да? АПК-шки нужны, чтобы там клиенту скинуть, для этого сойдет и самое дефолтное, вот это вот билд АПК, да, и скидывать, что получилось. Не надо разбираться в устройстве внутреннем, как это там, что внутри происходит, чем ААБ отличается от АПК. Да, еще раз, важный нюанс, услышьте меня только правильно. Если вы единственный джун в своей компании, да, которому не с кем договариваться, то вы в любом случае сами будете решать, как выпускать билды. Если вы в компании не единственный джун, а другой джун, то вы с ним как-нибудь договоритесь. Если он знает больше вас, то это все уже автоматом не ваша ответственность. Соответственно, начинать и тратить на это время, это абсолютно бессмысленная трата вашего очень драгоценного на первом этапе времени, да? Окей, двигаемся дальше. Android Operating System, Multi-User Linux, Resource Isolation, File Previews, просто, ну вы поняли, подальше куда-нибудь, где-нибудь, где вы уже middle, да, вот туда куда-нибудь. Все вот это вот. Android Platform Architecture, The Linux Kernel, Android Runtime, Java IP Framework, Hardware Abstraction Layer, Native, туда же, вместе с Android Operating System, App Manifest, Application ID Package. Да, вот Manifest хорошая штука, с этого начинается любое приложение, вам в любом случае с ним придется взаимодействовать, поэтому Manifest хотя бы на уровне понимания, что он из себя представляет, да, что там внутри за теги, Application, внутри Application Activity, Service, Broadcast Receiver, Content Provider. Content Provider можете нахер забывать, потому что никто его не спрашивает все равно, особенно на Джуна, никого это не волнует, даже Broadcast Receiver, скорее всего, спрашивать с сервисами не будут. Апп-компоненты, Activity, ну вот они, да, те самые, Service, Broadcast Receiver, Content Provider и Intent. Вот здесь, вот здесь возникает важный момент, важный момент из разряда, который мне уже начинают задавать потихонечку. Они, кстати, отмечены, эти джетпаковские штуки. Стоит ли учить Jetpack Compose? Ну, потому что Jetpack Compose уже активно развивается, и сейчас я вам скажу, отвечу на это двумя ответами отдельными. Первое, как, в принципе, подходить к подходу, стоит ли учить технологию X, и второе, это конкретно про Jetpack Compose. Про технологию X. Ребята, если вы, Джун, и ваша задача стоит как можно быстрее окунуться в разработку, и у вас не... От времени начала вот этой технологии, да, хайповой прошло, там, не 5-10 лет, как в случае с Compose, да, например, с релиза прошло, сколько там, полгода, да еще даже не прошло, то думать забудьте про вот это вот все новизну. Ваша задача сейчас попасть в любую компанию. А компании, они обладают такой свойством, как инерция. Они очень медленно будут переписывать вот эти свои гигантские, гигантские, без преувеличения, куски на 100, на 200, на миллион строк, да. И, соответственно, к моменту, когда это все будет переписано на Compose, там не исключено, что и Compose 2.0 какой-нибудь появится, или еще какая-нибудь история, да. Вот. К моменту, когда хотя бы ваша задача, ну, то есть, когда вот их будет хотя бы 50%, вот можно сказать, что Compose у вас будут требовать прям повсеместно. Когда их будет 20-30%, у вас Compose начнут требовать часто. Сейчас, Compose, дай бог, у 5%, а это, наверное, я очень сильно преувеличиваю. Скорее всего, это где-то 1%, а может даже и того меньше. Его не спрашивают никогда. Если у вас где-то его спрашивают, это редчайшее исключение. Хер пойми, что там за контора, почему у них такая ситуация. Поэтому ваша задача сейчас, Compose, ну, чисто если вам интересно, но учитывайте, что ваше время ограничено. Оно ограничено, и вам нужно перейти к тому, что вас спрашивают на собеседованиях, да. Надеюсь, это понятно. Вот Activity, Broadcast, Receiver и Service, это, вероятно, то, что вас спросят на собеседованиях. С высокой долей вероятности, потому что это, ну, такие фундаментальные штуки андроидовские. Activity даже в Compose никуда не делается, пусть даже она одна, да, ну, и сервисы тоже. Хотя они их потихоньку помещают, эти вот все, Work Manager, ну, Broadcast, Receiver, понятно. Интенты. Сложный момент. Интенты — это ведь не только открытие Activity, да, это и FileChooser, и другие всякие штуки, вот. И интенты неплохо бы, ну, то есть тут уже такой вот момент, было бы неплохо, было бы хорошо, вот из этого разряда, да. То есть если вы понимаете, что такое вот эти вот интенты, там, неявные, явные интенты, вот эти интент-сервисы, но это больше к сервисам, правда, относятся, вот. Если вы такие вещи, нюансы понимаете, хорошо, это вам будет плюсом, стопудово. Но, кстати, важный момент, если вы в чем-то не уверены, лучше об этом сами на собеседовании не упоминайте, потому что вас дернут за ниточку и раскрутят, я вас уверяю. Окей, идем дальше. Activity почему-то указано аж два раза. Activity Lifecycle, Activity StateChange, Tuts and Backstack, PressLables and Banals. Да, это очень часто спрашивают. Ну, то есть это бы неплохо понимать. Ну, хотя бы на уровне, вот, ну, знать, запомнить, какие существуют состояния этого Lifecycle, да, что происходит, когда мы переворачиваем экран, в каких ситуациях у нас пересоздается Activity и так далее. Абшуркация, я даже понятия не имею, что они тут имели в виду. Навигация. Навигация, очень сложная штука. Тут указан Navigation Component. Бред, сивый кобыла. Вот реально. Это просто какой-то, я не знаю, кто это составлял. Ну, не используют Navigation Component почти нигде. То есть это, как сказать, ну, прикольная либо, да, речи нет, но она как-то не очень пользуется популярностью. Да, с момента ее выхода прошло много времени, но она только сейчас стала более-менее адекватной, чтобы ее использовать, а впечатления, они уже не очень позитивные, и Navigation Component как-то не прижился. Используют Чичерони, используют что-то самописное, используют, я не знаю, там, какие-то библиотеки популярные. Но Navigation Component, да, где-то используют, но не очень часто, не тратьте на него времени. Вам гораздо важнее здесь будет понять, как устроена навигация в принципе, да, то есть как она в принципе устроена. Вот, то есть что у вас есть, грубо говоря, там вертикальное наслоение экранов и кое-где горизонтальное. То есть если вы будете понимать эту суть, Navigation Component, ну, то есть вас могут где-то спросить, безусловно, есть такой риск, и вы можете выучить, и у вас этот риск сработает. А как устроен там Navigation Component, да, и вы такие, хоп, ответили и вас взяли. Такое может сработать, но вероятность этого не очень велика. И, соответственно, раз вероятность не очень велика, зачем вам тратить на это время, по крайней мере оставьте это на то время, если вы вот уже все остальное прям великолепно понимаете. Фрагменты 100%, 99% всех приложений написано на фрагментах, без знания фрагментов. Вот это прям первое учите, самое первое. Диалог, фрагмент, bottom sheet, диалог, фрагмент. Ну, bottom sheet спорно, но, скорее всего, желательно вот этот весь блок прям вот выучить целиком. Tab Layout, ViewPager, ViewPager 2, Custom Back Navigation, забудьте вообще, нахер вам это не нужно. Это из разряда, если вам понадобится, вы это всегда сможете с помощью Stack Overflow написать, да, или с помощью каких-то еще таких вспомогательных вещей. Запуск приложения. Возможно, полезная штука, но в такие компании, где требуется инженерный подход. Ну, то есть, мы, допустим, например, новичков про это не спрашиваем, да. Там, я не знаю, ну, Need Love, да. Ну, то есть, вообще, я говорю, тут минус том этих карт, они по-дебильному составлены, они вообще никак не ранжируются по уровням. То есть, вообще непонятно, что из этого первым делать, что из этого вторым, что из этого третьим. Да, даже официант в ресторане всегда спрашивает, в каком порядке вам принести блюдо. А здесь просто все в одну кучу вообще, пофигу. Соответственно, ну, опять же, было бы круто, то есть, вы этим явно удивите рекрутера, ну, то есть, вернее, разработчика, который вас собеседует, но такое, если вы при этом не знаете основы, лучше основы знать. Dependency Injection, очень сложный момент, очень сложный момент, потому что Dependency Injection, ну, вот, по моему опыту, примерно 50 на 50 спрашивают. Непонятно, каким боком тут UI, ViewModel затесалась. А, ну, типа, как-то оно... А, вот, видимо, оно идет сюда, да? Ой. А, вот, Dependency Injection идет сюда, а здесь раскрывается, господи. Еще схему составляли, хрен пойми как. Вот. Вот, причем тут записано, Dagger, Hilt, Coin, Cadeen, вот это все знать вместе не нужно. Все, что вам нужно знать, это чем всякие, вот, отличается сервис-локатор от Dependency Injection, да? Ну, хотя бы в теоретическом знании, да, я уж не говорю на практике. Вот. И чем принципиально отличаются DI на коды генерации и DI на рефлексии, да? Ну, принципиальное отличие. Рефлексия, типа, не дает нам нагрузку на compile time, а тот зато в рандайме может вылетать. Вот. И медленное, соответственно, да. А это в compile time, ну, зато если у вас большой проект, у вас может сборка длиться, я не знаю, там, 40 часов. Все. Ну, типа, дальше советую вам чисто Dagger выучить. Ну, то есть не выучить, а вот хотя бы Dagger, основные вещи понимать, там, provides, beans, да, о чем отличие, singleton, вот эти аннотации. Все, без всяких там компонентов, вот этой всей глубизны, которая, глубины, вернее, которая существует в Daggerе, там, до бесконечности, да, можно копать. Это все у Джуна на собеседовании спрашивать не будут. У Мидла да, у Мидла да, потому что Мидл, мы сейчас до него дойдем, Мидл это у нас человек, который полностью автономен, самостоятельно справляется в любых ситуациях, и, соответственно, он должен хорошо понимать Dagger. Окей, UI, Layer, View Binding, Data Binding, ну, оно может использоваться, я, честно говоря, даже не знаю, что тут учить. Тут один раз попробовал, и, мне кажется, ты уже на всю жизнь запомнишь. Life Cycle, опять же, относится, скорее, к Activity и к фрагментам. View Model, да, очень много кто на View Model уже. Это вот, вот это уже тот момент, когда прошло появление View Model, сколько там, ну, года три, наверное, четыре такого полноценного. И уже есть такой нормальный набор компаний, который на View Model пишет. Но здесь скорее речь про архитектуру, то есть вас будут спрашивать не конкретно, чем View Model устроена в гугловской, да, как она внутри устроена. А что такое MVVM и в чем его отличие от всего остального, скорее всего. Поэтому очень странно. Live Data, опять же, непонятно, что там учить в этой Live Data. Типа, команда, вот эти Observe, это бред сивой кобылы. Вам нужно учить паттерны, причем дизайн паттерна охрененно указан. А, нет, вот есть Observer, слава тебе, господи. Observer Pattern, да, причем тут же указан Live Data. Ну, то есть вот, что надо понимать, что есть паттерн-наблюдатель, и он реализуется вот в Flow, там, RxJava, RxCotlin и Live Data. Ну, и пейджинг вообще странная история, я сам его не знаю, это не мешает мне работать синером, и никогда в жизни я бы это у Джуна не спросил. Зачем мне спрашивать знания какой-то специфической гугловской библиотеки, которая хрен знает, когда нужна, довольно редко. Да, и, ну, короче, тут такое ощущение, что просто сел чувак и выписал все, что в голову пришло. Окей, Data Layer, Data Store и Work Manager. Ну, Work Manager хорошая штука, полезная. Но, опять же, мы ее не спрашиваем на собеседование. Ну, то есть, не знаю, не знаю, есть ли смысл ее учить. То есть, вы сходите, кстати, вот, хороший совет будет, вы сходите на реальные собеседования. Даже если вы провалитесь, это даже будет, ну, в каком-то смысле плюс. Во-первых, вам может повезти, и вас возьмут, ну, там, с первого раза это, конечно, крайне маловероятно, но, тем не менее, вдруг, да? Но вы, по крайней мере, на собеседовании, когда будете сидеть, вот, на любой вопрос, на который вы не смогли дать ответ, вы аккуратненько себе выписываете. Выписали, пришли домой, разобрались, и на следующее. И так через некоторое время вы, ну, типа, будете знать ровно то, что нужно, чтобы пройти собеседование. Я сейчас говорю со стороны соискателя, да? Со стороны работодателя, он, конечно, всеми силами отбивается от таких, как вы. Потому что ему нужны люди, которые максимально будут хорошо работать. Особенно мне, как тем лиду, поверьте, мне не очень радостно, когда ко мне приходят люди, которые даже не понимают, что такое стэк, да? Или рекурсия, например. А они приходят. Но, к счастью, у нас система построена так, что мы таких людей отфутболиваем. Но, поверьте, она так построена не у всех. И где-то вы можете очень даже хорошо залететь. Так, идем дальше. Дизайн-паттерны. Паттерн-строитель, паттерн-фэктори, паттерн-репозиторий, паттерн-обзервер. Ну, еще Dependence Injection есть, но это такое. Обзервер. Один из самых важных паттернов современной мобильной разработки. Знать, как просто, как отче наш. То же самое касается строителя. Репозиторий, это скорее для бэкэндеров. Ну, понятно, что мы тоже пишем репозиторий. Но, вот прям, Factory, неплохо было бы. Паттерны хорошая штука. Это фундаментальное программирование. Очень хорошо, когда вы его знаете. Архитектурные паттерны. О, естественно. И, естественно, даже если вы идете на джуна, вы должны, у вас, как от зубов, должны отскакивать все. Причем, даже модул ViewController было бы неплохо знать. Хотя, сейчас его уже очень редко спрашивают. Основное, в чем отличие? MVP от MVVM, от MVI. То есть, MVP у вас в ViewPresenter знает про View. В MVVM в ViewMодель ничего не знает про View. Ну, она неявно знает, потому что вы подписываетесь, да. В ViewIntent это как MVVM, только с одним стейтом, по сути, да. Как правило, на базе MVVM делается. Насчет CleanArchitecture интересная штука. Сейчас такая ситуация, я говорю по своему собственному опыту, что джуны в большинстве своем, стажеры, давайте даже, приходят, уже зная, что такое CleanArchitecture. Ну, они читали про это, да. То есть, они слышали про домен, дату, и вот это все довольно устаревшее, кстати, уже, потому что во многих компаниях фича-модули используется. Правда, внутри фича-модули это все точно так же побито на домен и дату зачастую. Соответственно, CleanArchitecture выглядит так, что знать уже нужно, потому что очень часто ваши конкуренты его будут знать, а вы нет. И, соответственно, это минус. Поэтому я бы на это вот, вот на этот блок, вот на эти даже два блока, очень сильно так налегал. Нетворк, OKHTTP, OKEO, забудьте, никто его не использует, Cater, забудьте, его мало кто использует, Apollo Android, забудьте, он нафиг никому не нужен. Retrofit OKHTTP, это gold standard индустрии. Уметь дергать хотя бы элементарные запросы, понимать, тут еще не написано, кстати, это гораздо важнее, понимать вот эти все хотя бы элементарные отличия между GetPost, JSON, там не JSON, вот такие штуки гораздо важнее, чем выучить OKEO, который Apollo Android. Вот на этом чисто сосредоточьтесь и все. И опять же речь про джунов. Понятно, что мы у себя в компании используем Cater в основном, но это довольно такая специфическая история. И, как я уже говорю, что если вы знаете нюансы REST, если вы основу REST знаете, основу интернет-соединения, для вас не будет особой проблемы написать что-то на OKHTTP либо на Cater, вот реально. Поэтому вот церточьтесь на этом, чтобы пройти собеседование. Image loading, да вообще всем насрать, господи, каким вы image loader пользуетесь. Я за... У меня было где-то примерно 100 собеседований, ну плюс-минус, да. Было одно время, когда я только собеседования проводил. Ни разу, ни на одном собеседовании, ни когда меня собеседовали, ни когда я собеседовал, никто никогда у меня не спрашивал про image loading. И я ни у кого не спрашивал, потому что это бред. Какая хрена... Вы придете на проект, вот там какая-либо используется, вот той, той вы и будете пользоваться. И научитесь вы этому за 3,5 секунды, потому что там док настолько элементарная, что ну... Ладно. Пропускаем. Local Storage. Room SQL Delight. Ну вот это уже усложнение. SQL Delight крайне редко где используется. Room, да. Room очень частая история, но тут важнее вот это вот SQL Delight, да. Вам надо понимать... SQL Delight, простите. Вам надо понимать, что SQL Delight это база данных, которые используются на телефонах и носимых устройствах, потому что она локальная, в отличие от всяких Postgres'ов и так далее. И вот эти все нюансы, собственно, и нужно знать. Все остальное... Room вы быстро научитесь, если будете понимать основу SQL, да. И опять же не надо знать там Left Joint, там вот эта вся история. Это все знать особо не нужно. На старте, я имею в виду. Я сейчас говорю все про старт. На старте не нужно. Вам достаточно там элементарные вещи понимать. Таблица, Primary Key, там Foreign Key и так далее. Такие всякие штуки. Естественно, Shared Preferences, ну тоже что там учить, не очень понятно. Datastore, ну это новомодная штука. Я пока не заморачивался. Реалом где-то используется, но тоже. Вот это интересный момент. Асинхронность, да. Что будут спрашивать на собеседовании? Применяем. Давайте сейчас такую паузу небольшую сделаем. Я вам рассказывал алгоритм, как вам выбрать, ну учить ли вам технологию X. Сейчас уберем вот специально Threat Work Manager, оставим выбор между Caroutine и RxJava и RxCotlin. Сейчас должно такое-то, как в... Что, где, когда так... Ну вы можете поставить на паузу и подумать, надо ли учить или нет. Тут такой момент. С Caroutine прошло довольно много времени. Довольно много времени. Я думаю, что на процентах 30-40 проектов Caroutine уже используется. В том или ином виде. Поэтому умение писать с Caroutine даст вам почти такие же бонусы, как умение писать на RxJava, потому что RxJava тоже очень много где остается. Очень много. Она в свое время была невероятно популярной. До сих пор самый популярный ролик на моем канале ролик про RxJava. Поэтому она много где остается. И здесь, если выбирать что-то одно, то я бы все-таки выбрал Caroutine, потому что да, чуть меньше возможно шансов, но оно очень быстро увеличивается. Вы тоже не сразу получите работу. И довольно много уже времени прошло. То есть вы не сильно снижаете свои шансы, но зато учите сразу современную технологию. RxJava, RxCotlin. Если останется время. То есть если будет время, окей. Треды и WorkManager. Ну, WorkManager мы уже обсуждали. Треды. Вы можете этим удивить рекрутера. И, например, мы недавно относительно открывали на стажера три вакансии. Ну, это было полгода назад где-то. И пришли люди, которые шарят за треды. То есть они знают про UI-треды, они знают про Worker-треды, они понимают там, что такое тредпул. Да, они худо-бедно понимают, как устроена вот эта вся многопоточность внутри. То есть это можно. Это можно. Вот. Но такое, типа, будет плюсом, да? Я бы не сказал, что это прям вот вы не попадете на работу, если не будете этого знать. User Interface. Motion Layout нахер. Constraint Layout нахер. Liner Layout Frame Layout. Recycler View. То, на чем строится 85% проектов. Ну, можете ради прикола еще Constraint выучить. Motion Layout так чисто, если вам дико любопытно и когда-нибудь при том пригодится. Дизайн гайды. Material, Material U, Neomorphism. Ну, Neomorphism сразу нахер, потому что мало того, что это какая-то голимая история, которая с дрибла пришла и меня дико раздражает, так еще и она не используется нигде. Зачем на это время тратить? А вот Material и Material U. Ну, Material U это вообще с Android 12, да? Который, как вы понимаете, ну, мало кто еще успел толком понять вообще, что это такое. И Material. Что из Material... Во-первых, неплохо бы знать, что такое Material вообще, да? Неплохо бы знать хотя бы какие-то базовые, что ли, конструкции Material. То есть, насмотренность, да? То есть, для этого достаточно зайти на сайт material.io, да? И полистать, там, посмотреть пару вечеров, я не знаю. Просто насмотреться на это и закрыть. Messages, тосты, снегбар, notification. Я не знаю, что тут учить. Любой дебил сможет написать тост, мне кажется. Так, Animation, Object, Animator, Value, Animator, Lottie, Material Motion. Все это нужно где-то от уровня медла. Вам, как Джуну, это не нужно. Не нужно. Compose UI. Вот вообще прекрасно. Ну, во-первых, все ролики по композу, которые вообще разобраны, все, что здесь написано, практически у меня есть на канале. А во-вторых, давайте пойдем по порядку. Recomposition Snapshot. Я вас уверяю, даже многие медлы, которые сейчас на композе пишут, не знают, что такое Snapshot и как это внутри устроено. Ну, State понятно, это основы. State Hosting тоже понятно. Side Effect, естественно, без Side Effect невозможно писать. Хотя Produce State, Derivate State Off и Snapshot Flow это такие штуки, которые, ну, крайне специфично редко используются. В основном вы используете два эффекта. Это Launched Effect и Disposable Effect. Причем, забавно, что здесь почему-то нет Side Effect. Хотя он есть в композе. Темы Color, Typography, Shape. Зачем? Что это? Выучить, какие есть материи или что? Или что за бред? Ну, это понятно. Это основы прям верстки. Листы тоже понятны. Это основы верстки. Модифайеры, в принципе, да. Имиджи тоже. Какой смысл в этом? Зачем это учить? Нахер. Это один из элементов стандартных лейаута. Animation. Анимейшн в композе очень сложно. Еще очень мало кто умеет им пользоваться. Вот Composition Local Off вам, как джину, не пригодится. Это очень хороший и крутой инструмент. Но он нужен, ну, где-то, наверное, от уровня медла, когда вы должны быть уже полностью самостоятельны. Жесты. Ну, такое опционально. То есть, опять же, учить это для собеседования. В работе, да. В работе вам, скорее всего, придется это выучить. А для собеседования, ну, такое. Сервис. Firebase. Google. Google и так далее. Ну, вот это вообще, как бы, я вас уверяю, ни на одном собеседовании вас-то не спросят, потому что любая компания монетизируется через какие-то свои платежки, а не через AdMob. Скорее всего. За редким исключением. Ну, Google Play неплохо бы, хотя бы можно потратить, даже вложиться 25 долларов, купить себе аккаунт и посмотреть, как консоль внутри выглядит. Будет полезно. Google Maps из этой же истории. Так, Crashlytica, да. Естественно, вообще во всех проектах есть. Потом популярности, наверное, идет Cloud Messaging, потом идет Firestore или Real-Time Database. А нет, наверное, потом Remote Config, потом уже Firestore. Это все. А потом уже аутентификация. То есть, реально Crashlytica и Cloud Messaging, этого вам будет более чем достаточно. Вот эта вот часть на джуна, ну, как вообще, по-моему, не распространяется, потому что никто не пишет тест из джунов, никто никогда не проверяет утечки памяти, потому что многие не знают, что такое утечка памяти вообще. Кстати, об утечках памяти. А где здесь вообще хоть что-то про сборщик мусора и про память? Нету ничего, да? Прекрасненько. Потому что это как раз то, что нужно знать. Нужно хотя бы понимать базовые структуры данных, такие как стэк, такие как очередь, куча и так далее. Вот. Соответственно, и у вас, скорее всего, будут задавать, ну, может быть, не так часто, но могут спросить про то, как вот устроена в памяти, вот память на стэке, память на куче. Собственно, вот такой очень стандартный вопрос. Про сборщик мусора не факт, что будут спрашивать, но опять же, современные джуны, современные джуны, как правило, уже про это знают. Хотя бы про то, что он там строит какие-то ссылки, ну, и так далее. Вот такие вещи они знают. Окей. Find this project useful. Нет, вообще ни разу не useful. Какая-то хрень, если честно. И вот так устроены все вот эти вот карты. Все до единой. Честно говоря, по мне какая-то, ну, шляпа. Ни в коем случае не ориентируйтесь на вот такие карты, ориентируйтесь на, я не знаю, вот у вас это видео есть, я вам примерно рассказал, на что ориентироваться. Соответственно, как учиться, да? Возникает вопрос. Давайте мы еще сейчас iOS карту быстренько глянем. О, у iOS developer как-то все не так прикольно. Ну, тут такой типа карты нету. Хотя статья прикольная, отчасти. Так, iOS developer roadmap. Вот, аж пять звезд. Как мы видим, iOS developer roadmap существенно меньше, чем Android developer roadmap. Алгоритмы. Жадный алгоритм, динамическое программирование, побитвы манипуляции, рекурсии, теории игр, бейконнотации. Это для кого вообще интересно? Кстати, что мне напомнила эта карта? Что вот здесь ничего нету про еще другие вещи, такие как базовый котлин, да? Ну, хотя, наверное, это здесь. Ну, просто я бы отдельно вынес вот эти array-листы, linked-листы, в чем отличие, хэш-мап, три-мап, это все в Java гораздо и в Kotlin важнее, чем, я не знаю, чем вот, блин, в U-Pager 2. Но тут, кстати, довольно... Вот вообще вот эту штуку, вот эту штуку, неплохо бы хотя бы ну, слышать что-то о ней. Ладно, хрен с ней, я не буду говорить про теорию игр, там рекурсии, хотя нет, рекурсия важная штука, но хотя бы вот структуры данных вообще было бы неплохо знать, да? Здесь что у нас? Коллекции, нетворкинг, нотификации, NS-кодинг, кодабл, JSON, ну, кстати, вот это очень толковая карта, вот прям основы каждого из этих элементов и вот, пожалуйста, то, что вам нужно знать на джуна. Реально, без шуток. Ух, ничего себе. Language Objective-C, ну, можно, в принципе, забыть, на джуна, опять же, Swift структуры, да, а вот, да, вот Memory Management, видите, как я и говорил, стэк и куча, ссылочный и тип по значению, но в iOS это большее значение имеет, да, ARC, это, ну, местный сборщик мусора, Retain Cycles, который может возникнуть вследствие ARC и Memory Leaks, то есть вот это на джуна уже требует, уже я, ну, вижу, что хотя бы понимание этого уже у джунов требует. А вот мультитрейдинг почему-то так вот сильно не спрашивает в iOS, по крайней мере, сколько я видел, сколько меня спрашивали, сколько я сам спрашивал, то есть как-то вот GCD более-менее знаешь и то, хорошо. так, что тут еще? Ну, такая довольно, да, большая таблица, ну, она более, а, кстати, вот Solid, да, вот эти все паттерны тоже почему-то в Android-карте не написаны, это очень странно, это очень странная какая-то карта, е-богу, ни в коем случае ей не следуйте, а ей ведь огромное количество людей следует, поэтому это очень, мы очень печальные результаты на выходе имеем. Ну, вот эта вот карта, мне кажется, более такой толковый, я, наверное, сохраню и тоже в ссылочки добавлю, потому что на нее более, вот, скорее на вот эту часть можно ориентироваться, да, на вот эту часть уже тут middle, и более того, если ты все это знаешь, то ты вполне себе иносинера при определенном опыте можешь претендовать. Ну, естественно, знаешь, понимаешь и можешь объяснить, это особенно, кстати, важная часть, как вот понять, что человек понимает, да, может объяснить, если человек не может объяснить, то вероятнее всего он на самом деле не понимает, то есть он просто делает какие-то механические действия, почему так он объяснить не может, да, то есть он просто объясняет из разряду, ну, напиши вот так и будет работать, спрашиваешь, почему оно будет работать, а если я напишу, например, не так, а вот так оно будет работать, у него сразу же непонимание в голове, ужас, паника, и в общем, вот это все, поэтому может объяснить, это очень важный навык. Теперь про то, как учиться. Вот вы собираетесь стать Android-разработчиком, вот вы зашли на эту карту и такие типа, блин, офигеть, офигеть, ёлы-палы, вот это да, офигеть, боже мой. Да, ну мы уже разобрали, что половину, наверное, не нужно учить. Опять же, все очень сильно зависит от цели, все очень сильно зависит от цели. Если вы хотите стать именно хорошим разработчиком, крутые штуки делать, вас не очень волнует, с какой скоростью вы будете двигаться, да, то есть вас не очень волнует, когда вы начнете 300к в наносекунду зарабатывать и так далее. Самый лучший способ это вначале пройтись по фундаменталке, это структуры данных, алгоритмы, вот это все, компьютер-сайенс, там память, мультитрейдинг, вот это все понять, пописать приложеньки, желательно на чистом котле, не без андроида, потом свищнуться в андроид, пописать там, да, с UIM разобраться, и вот тогда вы, ну это будет долго, я сразу говорю, но вы выйдете сразу очень неплохим программистом. К сожалению, к сожалению, почти ни один работодатель не возьмет вас без реального опыта сразу на медла или на синера, да, то есть вам нужно где-то отработать, и вот в этом кроется минус. И это причина, почему люди пытаются как можно быстрее попасть на работу, потому что тогда у них начинает тикать реальный опыт, а там уже типа, ну, что-нибудь научимся. Это вот такой бич нашей индустрии, косяк, потому что, ну, как бы это плодит неквалифицированных программистов, потому что они запрыгивают там через 3 месяца в какую-нибудь дохлую контору, у себя в городе набивают сериальный опыт, рекрутеры, ну, закидывают этого человека потом в какую-нибудь трекинг-систему, так, она попадает разработчику, разработчик собеседует, и если так случится, что разработчик будет не очень внимательный, или уставший, или еще что-нибудь, этот человек может просочиться в компанию. Это плохо. Но, к сожалению, это есть как есть, и поэтому, в целом, даже если вы вот совсем там не торопитесь, то, наверное, одной из ваших целей будет как можно быстрее куда-то попасть. Ну, то есть хотя бы джуном, хотя бы стажером, хотя бы вот как-нибудь. Потому что, ну, джунов и стажеров просто какое-то невероятное огромное количество, и сейчас открываешь вакансию на стажера, то тебе там насыпают, блин, по 50 резюме, из которых ты можешь бесконечно выбирать. Ваша задача в данном случае – это подготовиться к максимально практической составляющей. Что для этого нужно делать? Есть такой сайт, называется UI8Net. Это если вам не жалко, не знаю, там, 10 долларов, да, или 20 долларов. Тут есть куча дизайнов. Куча-куча готовых дизайнов. Вам не надо с шибкой красивой, вам нужно просто самый дешевый, да. Я не знаю, есть ли тут фильтр по цене, но наверняка есть. Вот, берете и верстаете, верстаете, верстаете. Если денег совсем нет, то берете какое-нибудь приложение а-ля Инстаграм, а-ля Фейсбук или еще что-нибудь и начинаете верстать его. Прям пытаетесь сделать копию, прям визуально повторить все эффекты. Чем точнее у вас получится, тем большим количеством проблем вы столкнетесь, тем больше вы практических пинков получите. Это для вас самое важное, фактически. То есть набрать вот этот вот практически некий бэкграунд, с которым хотя бы куда-то можно идти. Параллельно с этим, да, можно смотреть какие-то видосы, проходить курсы и вот что угодно делать. Почему я не рекомендую сразу идти на курсы или сразу идти на какой-нибудь там, не знаю, сразу читать 10 книг, а потом только начинать? Потому что у большинства людей механизм работает таким образом. Когда вы читаете книгу и там написано, например, ну вот этот паттерн стоит использовать для того, чтобы соблюдать принцип разделения ответственности. То есть для вас это просто какие-то слова. Какой принцип разделения ответственности? Что за принцип? Ну, то есть вы, наверное, даже если очень старательны, вы это запомните, если у вас память хорошая. Но вы это никогда не соотнесетесь с реальным репозиторием и с реальной ситуацией. Соответственно, ваша задача набрать какой-то набор шишек, которые вы, безусловно, наберете, пытаясь на практике сделать приложение. То есть вы, ну там, не знаю, у вас это не получится, то не получится, вы здесь не понимаете, почему тормозит, тут вы не понимаете, как лучше сделать, да? И после этого, если вы откроете даже ту же самую книгу или пройдете тот же самый курс на Udemy, вы будете, когда проходить, вы будете, ну там, читать, например, такие, ааа, вот про что это, или там, вот, вот к чему это, и так далее. Это вот лучший способ вам начинать учиться, то есть все, что вам нужно, скачать Android Studio, запустить проект, выбрать какую-нибудь жертву себе в виде Инстаграма, Телеграма, я не знаю, что угодно делайте, и пытаться это сделать. А потом отрефакторить. А потом еще раз отрефакторить. Потому что с каждым разом у вас будет получаться все лучше и лучше, и быстрее и быстрее. Но лучше начинать новые проекты. То есть вы что-то сделали, начали новые. Вы новые, скорее всего, начнете с учетом, ну, у вас появится некое видение вперед. То есть понимаете, как это работает? Чем отличается синер, по сути, от всех остальных, да? От медла, там, от джуниора и так далее. А вот лид, например, еще сильнее отличается, и вот стафф еще сильнее, принципл там. Тем, что у них есть стратегическое видение. Откуда берется видение? Ну, вот, например, ходишь ты пешком до своего магазина, ну, какого-нибудь возле дома, да? Ты же точно знаешь, вот если, например, пошел снег, ты точно знаешь, что, ага, вот здесь на асфальте сейчас примерзнет, надо идти аккуратно, а вот там будет лужа с говном, потому что там последние 10 лет была лужа с говном, да? И с чего она вдруг на 11-й год перерастет во что-то другое. То есть это достигается опытом и практикой. Поскольку ты в этот магазин ходил 20 тысяч раз, в дождь, в снег, там, я не знаю, летом, осенью, зимой, весной, без разницы. Ты уже знаешь наперед то, что тебя ждет. И этим отличаются в основном синеры. Ну, и, конечно, очень глубокой начитанностью, насмотренностью. То есть они, допустим, скорее всего будут знать там все вот эти 4 штуки, да, как они устроены. Но, опять же, это тоже за счет опыта достигается, потому что они со всеми этими 4 штуками работали. Соответственно, возникает здесь вопрос еще один. Сколько времени у меня потребуется, это еще один очень популярный вопрос, который мне задают, сколько времени у меня потребует переход на Джуна, например? Я не знаю. Ребята, я не знаю и не могу знать. Это зависит от миллиарда факторов. От вашей скорости, от вашего, не знаю, туго думе или наоборот скородуме, от того, как вам повезет попасть на собеседование, на какую вакансию вы откликнетесь, как именно. Вот если вы начнете вот этот вот родмап, да, гигантский учить там до бесконечности, вот прям, прям вот как здесь нарисовано, да, там, вы, блин, на языке C++ застрянете, сука, на 10 лет только. То вы через 10 лет только Джуном станете, блин. А если вы пойдете, вот как я, допустим, сказал, да, то есть выбрасывая все, что я тут прокомментировал, то вы, соответственно, ну, естественно, не станете Джуном. Вы, ну, за 10 лет, вы станете быстрее, скорее всего. То есть зависит от кучи факторов. Но я бы меньше, чем, если вот вы прям вообще в картридж с нуля, я бы меньше, чем на год вообще не рассчитывал. То есть минимум год, часов по 8-10 каждый день вас это займет, скорее всего. Начинать в таком случае искать собеседование нужно где-то через полгода только. Вот. Но уже нужно начинать искать. Потому что чаще всего люди с этим тянут, чем наоборот торопятся. То есть люди думают, ну, сейчас я вот это подучу, ну, сейчас я вот это подучу, и вот здесь тоже подучу, и потом пойду на собеседование. Это неправильно, идите сразу же. Максимально полезная штука это собеседование. Другое дело, что на Джунау очень редко где берут, и, к сожалению, у вас не так много попыток. Но, не знаю, можно практиковаться, можно, есть разные сайты с менторами, где можно брать вот этих менторов, просить, чтобы они проводили собеседование. Я в том числе это делаю. То есть вы можете ко мне обращаться, но это платное, сразу говорю. Окей, вроде с этим разобрались. Теперь вопрос, который я даже сейчас на фоне мемчика хочу это делать. На фоне Гарольда, скрывающего боль. Давайте мы на фоне Гарольда это сделаем. А, блин, ну он так. Ладно, тут их целая куча, пускай так будет. Могу ли я попасть в IT, если мне 30, 40, 50, не слишком ли поздно и так далее? Есть объективный факт. Когнитивные способности с возрастом снижаются. Есть второй объективный факт. Средний возраст людей в разработке – это что-то между 20 и 30 годами. И чем дальше вы от этого 20-30 удаляетесь, тем больше он там за 40, за 50 и так далее, тем вам самим будет не очень, как сказать, комфортно, возможно, с молодыми рядом. То есть, возможно, вам это будет не очень удобно. Вы будете что-то не понимать. Вы будете, не знаю, может быть, какие-то конфликты провоцировать и так далее. То есть, вот есть два таких факта. Это факты. Что с ними делать – это отдельный вопрос. Я знаю людей, которые за 40 начали разрабатывать, и у них при этом все получилось. Да, они там не синеры, может быть, не супер гениальные разработчики, но они вполне себе зарабатывают и вполне себе довольны своей профессией. Соответственно, ваши сильные стороны – это ваш опыт. Это ваш жизненный опыт. То есть, вы должны быть, по идее, сильны в софт-скиллах. Возможно. Что сейчас крайне важно в разработке. Очень сейчас много кто напирает на софт-скиллы, потому что считается, что научиться программированию можно, выучить можно, а вот не стать мудаком нельзя. Херня полная, конечно. Если бы это было все так просто, все бы уже были программистами. Не все могут выучиться. Не у всех это в итоге получается. Потенциально-то, наверное, могут и все, а вот получается это в итоге почему-то не у всех. Ну, это наши, как сказать, это HR, простим им, это заблуждение. Вот. Хотя это не только HR, конечно. Ну, это менеджеры, да, простим им, это заблуждение. Вот. Но, тем не менее, да, софт-скиллы становятся все важнее и важнее. Это вам на руку. Вы, скорее всего, хороши в софт-скиллах, потому что у вас огромный жизненный опыт, вы уже спокойнее, у вас уже так кровь не бурлит, да, то есть вы рационально как-то мыслите. То есть, ну, да, когнитивные способности. Опять же, это только вы знаете, насколько они у вас хороши. Только вы можете сказать. Соответственно, попробовать? Почему нет? Я бы попробовал в любом случае, если вам это интересно. Но тут я не буду, наверное, особо оригинальным. Скорее буду, наоборот, банальным. И скажу, что если вы в IT ради денег, вы очень быстро выгорите. Ну, вот у меня в чате идет уже непрекращающееся там весь день обсуждение, что и мыть деньги тоже вполне себе хорошая мотивация, если она действительно сильная. А что, как быть, если вы, соответственно, не гарль, скрывающий боль, а злой школьник? Ну, таких людей я тоже знаю. Более того, они со мной работают. Они, конечно, не злые школьники, но я к тому, что им не очень много лет. И тут у вас совершенно, соответственно, другие, да, плюсы. У вас играет роль то, что вы очень быстро, скорее всего, обучаетесь. Вы молодые, вы схватываете все на лету, для вас это все естественно и так далее, и так далее. Поэтому тут чисто юридический момент, что на работу вас возьмут, скорее всего, лет с 16 или с 17. И, скорее всего, вам не доверят управляющие и руководящие роли, потому что, ну, я еще не встречал людей молодых с каким-то огромным жизненным опытом, позволяющим руководить. С одной стороны, возможно, они есть, я просто их не встречал. Но, а с другой стороны, очень тяжело, ну, так уж устроены люди, на мой взгляд, они все равно как-то уважают возраст и как-то больше к нему прислушают. То есть понадобится проявить какие-то нехилые такие вот софт-скилловые способности для того, чтобы убедить людей вас слушаться, да, и грамотно руководить. Это будет непросто. Но, тем не менее, дойти до консинера с условной зарплатой в 300 тысяч, пока ваши школьники выпрашивают деньги у мамки на обед, да, а вы катаетесь на Мазерате по тому же району, ну, по-моему, оно того стоит. Поэтому в любом возрасте можно, в любом возрасте можно. Будет ли труднее? Да, будет труднее. Чем дальше вы от вот этой вот медианы, да, 20-30 лет примерно, тем вам будет труднее. Но сказать, что это невозможно, нет, так сказать нельзя. Сказать, что это прямо как-то архитруднее становится, я бы тоже так не сказал. Поэтому в любом случае дерзайте. Вроде как проговорили все, да, дальше, соответственно, возникает вопрос. Вот я, допустим, уже джун, как мне вырасти на медла? Мы еще раз читаем, что специалисты это полностью автономная единица, самостоятельно справляются в любых ситуациях, соответственно, ваша задача набить себе руку. То есть у вас это прекрасное время, которое занимает у всех по-разному, ну, примерно где-то год-два, когда вы просто решаете, решаете, решаете задачи, они становятся все сложнее, 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 сложнее. И вы со временем понимаете, что вы их решаете уже на автомате. То есть вы уже очень быстро это делаете, особенно если у вас с головой все в порядке, и вы уже как-то там, ну, работаете. С этой точки зрения, конечно, решать их лучше на работе, да, то есть лучше куда-то устроиться и где-то работать, чем сидеть и дома пытаться все это заучить. Так вы на медла очень долго не попадете. Специалист у нас это мидл, если что. Вот здесь очень важный момент, что степень неопределенности невысокая. Понятно, что нужно сделать, но, может быть, непонятно как. То есть вы работаете с неопределенностью уровня «надо запилить фичу», вот тебе дизайн и «ди пили». Примерно такой. То есть если как только вы научитесь решать такие задачи более-менее стабильно и в рамках хотя бы двух-трех разных архитектур и проектов, то вы, скорее всего, уже крепкий мидл. Гораздо интереснее, гораздо интереснее. Ссылочка, опять же, говорю, на это будет в описании, можете почитать потом. Как нам перейти на синера? Он же у нас профессионал. Ну, тут я сразу скажу, что у нас это немножечко отличается от общепринятого синера. То есть мы берем синеров к себе на работу, но они не сразу у нас становятся профессионалами, потому что у нас огромная часть – это влияние на комьюнити. Это выступления, техпиар, какие-то внутренние активности и так далее. То есть ты при этом можешь быть по хардскиллам синером, но не дотягивать по вот этому вот моменту. Соответственно, синер – это человек, вот это важный момент. Так, сейчас, сейчас. Так, где-то тут про неопределенность было вроде. Ладно, давайте. Глубоко знает профессию, что позволяет находить индивидуальные решения и давать результат превосходящий стандарт. Предлагает и реализует изменения, которые улучшают результат в зоне его ответственности. Способствует сохранению и передаче знаний по своей профессии. Внутри компании делится знаниями, помогает развивать компетенции других сотрудников. То есть, ну, то, про что я говорил, да, внутренние выступления. Неопределенность синера уровня. Нам нужно приложение, как Shazam, или нам нужно приложение, как ВКонтакте, или нам нужно запилить приложение. Оцени, сколько будет делать приложение в, там, ну, типа Slack. Вот поставьте на паузу и оцените, сколько будет в деньгах и в часах стоить приложение, как Slack или Telegram. Если вы это достаточно легко и аргументированно можете оценить, и не просто пальцем в небо, типа, ну, миллиона три, или, там, ну, миллионов пять, или, там, ну, часов сто восемьдесят. А объективно можете сказать, чему это займет столько времени, вот такие-таки фичи, вот тут-то надо сделать и так далее, и так далее. А самое главное, зададите вот эту магическую фразу вначале, а есть ТЗ, да, то вы, скорее всего, синер. Если нет, то, ну, сами понимаете. Вот, дальше у нас идут всякие, там, уровни, типа, лид, став и так далее. Они у нас объединены в эксперта, и, там, дальше есть еще другая роль технического архитектора, в том числе, которая у меня. Соответственно, как, чтобы вырасти вот отсюда, вот сюда, профессионала, да, вам нужно иметь достаточно большой опыт. Ну, то есть, мало набить руку, нужно создать с нуля несколько проектов, нужно поучаствовать в написании каких-то гигантских фичей, да, причем именно в проектировании. То есть, в любом случае, когда вы дойдете до синера, вам вот этой вот чуть-чуть хотя бы, но менеджерской, аналитической работы не избежать. Этим и отличается синер. Он сам внутри себя и разработчик, и менеджер, и архитектор, и аналитик, он сам все это понимает. То есть, он уже наперед умеет мыслить и наперед предсказывать ошибки. То есть, это такой, ну, не доктор хаос, конечно, но человек, который может сказать, а, мне кажется, ошибка вот здесь, и с высокой долей вероятности она будет там. И он точно знает, как ее поправить. Чтобы, вот как вырастив такого человека, я, честно говоря, алгоритма не знаю. То есть, просто работать на кучу разных работ, да, наверное, это неплохо работает, но работает на работах, простите за тавтологию, да, наверное, это неплохо помогает, но в итоге это может занять слишком много времени. Слишком много времени. Вот, вот именно прям целенаправленно расти, как я, не знаю. То есть, у меня это произошло именно за счет долгого времени. То есть я очень много работал с нуля и создавал архитектуры, и вот постоянно у меня голова болела. Наверное, тут нужно именно в архитектурную сторону думать, потому что одна из задач синеров важных — это создание чего-то с нуля. Поэтому тут, конечно, помогает, когда вы, например, один где-то на проекте, можно даже пойти куда-то, где вы будете один, где вам придется с нуля все создавать. То есть это очень хороший такой опыт, который помогает в этой самой синерности. Ну и, конечно, глубина знаний. То есть вам, вот как только вы перестали читать статьи, перестали читать книги, перестали интересоваться и задавать себе вопрос «Так, интересно, корутина, а что там? Почему они работают? Почему они быстрее?» Или, например, почему, чем отличается осинка «Вэй Тайосовский» от корутин на андроиде, да, там? Или «А как внутри устроен комполст?» Да, кстати, ссылочка на комполст будет наверху. Все, вы до синера точно никак не доберетесь, потому что синер, в первую очередь, охарактеризуется очень глубокими знаниями. То есть он понимает, что происходит, он понимает именно физику процесса, да. Поэтому вот какого-то прямо конкретного совета я здесь не могу дать. Ну, наверное, вот, да, углубляться вглубь, углубляться вглубь, углубляться в разработку – это такое очевидное. А вот что еще можно делать? Ну, пытаться, наверное, не повторяться. То есть пытаться какие-то пэт-проекты создавать и продумывать. Вот, опять же, заходите, да, на дизайн и пытаетесь, как сказать, сделать несколько архитектур приложения, сравнить их. И, кстати, реально очень помогает кого-то менторить. Когда ты кого-то менторишь и можешь объяснить что-то, он задает тебе кучу глупых вопросов, ученик твой, это естественно. И когда ты можешь это объяснить, то ты, конечно, ну, значительно лучше сам понимаешь, как это устроено. Да, то есть, к сожалению, вот выращивание синеров – это такой сложный процесс, которым я еще не до конца овладел, хотя это входит в мои задачи. Ну, я пытаюсь давать людям какие-то вот сложные задачи, которые выходят сильно за рамки их. То есть я же вижу, как инженер, допустим, привык работать в нашем стеке. Я даю ему вообще не наш стек, вот прям вообще не наш, и смотрю, как он справится с ним. То есть он, опять же, задает кучу вопросов, на которые я ему стараюсь отвечать. Вот, и в этом смысле выступление на конференциях – прекрасная вещь. Тут такой момент, который почему-то мне не очень понятен. Большинство людей говорит, что они не знают, что им рассказывать, потому что они не сделали ничего нового. Но я вас уверяю, что на конференции зачастую ходят в основном джуны и метлы. Ну, конечно, безусловно, всегда привлекают внимание доклады, там, типа, как устроен комполс внутри, или мы попробовали у себя КММ, когда его еще никто не попробовал, да, там, или мы все на флаттере сделали гигантский проект, такие, потому что они хайповые. Но вместе с этим на конференциях очень часто люди рассказывают довольно стандартные вещи, но в которых они просто неплохо разобрались. Да, например, вот я в Омске выступал, был чувак, который рассказывал про карутины. В целом нельзя сказать, что он рассказал что-то прям вот революционно новое, но очень прикольно, он как-то так это все подбил, систематизировал, да, и людям было интересно его слушать. Поэтому, выступая на конференциях, вы мало того, что делаете себе имя, а таких инженеров, которые любят выступать, их с руками отрывают в разных компаниях, так вы еще и развиваетесь именно как вот, ну, как синер, да, как какой-то вот. Заметьте, что почти все крутые синеры так или иначе где-то выступают. Они как-то, ну, знаменитые. Возможно, вы знаете, конечно, не всех, но, скорее всего, вы знаете не всех, но все равно, то есть, синеры — это уже что-то больше про публичную деятельность, про что-то вот связанное с менторингом и так далее. То есть, это значительно больше связано из вещей с синером, чем с медлом или джуном. Поэтому где-то здесь тоже кроется определенный ключ. Ну и, соответственно, да, он такой уже обладает в том числе бизнесовым мышлением, потому что вот я иногда слушаю некоторых людей, нахер мне этот ваш бизнес не нужен, это вообще, мать, меня не касается, моя задача — работать. Ну, вряд ли вы будете синером с таким подходом, я вам так скажу. Окей, вроде мы ответили на все вопросы, которые задавались в начале. Напишите ваше мнение, что вы думаете по поводу всех этих карт, по поводу возраста в IT, по поводу стоит ли учить технологию X, по поводу всех вот этих вот тем. Я, в принципе, наверное, сказал все свои мысли на этот счет, который уже миллион раз повторял другим людям, и здорово, что они наконец-то появились в формате видео. Можно будет это заслать просто и сказать, вот, посмотри от начала до конца, это все, что я думаю по этому вопросу. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, это очень важно для меня, это показывает вашу активность. Ну и, конечно, можно поддержать канал на Boost и на Patreon, если у вас есть такое желание. Ну а с вами был Алексей Гладков, канал Mobile Developer. Всем огромное спасибо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok